Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Мы с мужем работаем пять дней в неделю. В субботу занимаемся домашним хозяйством. В воскресенье всей семьей ходим в храм, отдыхаем, посещаем родителей. Но вот на хобби времени всю неделю нет. А шить в воскресенье нельзя. А шитье приносит небольшую радость. Но с тех пор, как воцерковилась, почти не шью, от этого очень грустно. Прожу вечером в воскресенье по дому, страдаю, злюсь, потому что есть время свободное, а использовать его на дело, приносящее большую радость, нельзя. Почему именно шитьем и вышиванием нельзя заниматься в воскресенье и празднике, а рисовать, например, или мозаику выкладывать можно? Почему просмотр фильма или чтение – это отдых, а занятие любимым делом, шитьем – работа? Я ведь не зарабатываю этим деньги. Надеюсь на ваш ответ. Друзья мои, а кто вам сказал, что нельзя шить в воскресенье или в празднике? Моя ж мама, моя бабушка, а я ее бабушка, а я ее бабушка, и прабабушка, прапрабабушка. Так в интернет зайдите, батюшка, почитайте. Нельзя шить в воскресенье, вязать. Так вообще страшный грех. А если еще нитку отрежешь ножницами, а не зубами, так это вообще беда, беда. Если ты вообще ножницы в руку берешь, ребенка стрижешь, бумажку отрезаешь – все, не будет тебе счастья. Люди, вы что? Вроде бы поцерковились, исповедоваться научились, причащаться, заповеди соблюдать. При этом остаетесь в таком махровом язычестве. Если ты вяжешь, чтобы душу отвести, носочки, внучку, просто вяжешь, чтобы нервы свои как-то успокоить. Я знаю, достаточно много людей, которые вяжут не на продажу, для себя, даже когда не сильно надо, но действительно успокаивают. Кого-то успокаивает семечки щелкать, кого-то сериал, кого-то винишко, а кого-то спорт. А кому-то повязать, вышить, крестика повязать или даже сшить что-нибудь. Это не труд, который тебя изматывает, выматывает, до крови пальцы твои и стыкивает. Это хобби. Хобби заниматься ни в какой праздник не грех. Когда-то вообще работа становится грехом вдруг. Конечно, когда ты вместо того, чтобы идти на службу, подготовиться к причастию, говоришь, у меня столько работы, у меня нет на это время. Тогда да, работа становится врагом твоего спасения. А когда ты отдыхаешь, особенно когда не на продаже, ты все делаешь. Хотя это уже другой вопрос, можно тоже его обсудить. Тебе это несложно. Почему нельзя? Можно, конечно. Вышивайте, вяжите, кройте. Вам эта радость приносит? Замечательно. Родных повидали, в храм сходили, поисповедовались, причастились или просто помолились? Замечательно. Посвяти Господу Богу день твой. Вяжешь, послушай, включи на Ютьюбе портал Экзегет и слушай, что батюшки рассказывают. Толкование на Священное Писание, на апостол. Мы же в апостоле вообще ничего не соображаем. Худо-бедно мы в Евангелии так плаваем, через годик-другой-третий. Что-то в этих посланиях написано, вообще ничего не понятно. Непонятно даже, когда толкуют. На нашем портале замечательные батюшки, понятным доходчивым языком рассказывают. Включил на Ютьюбе, слушаешь, вяжешь, радуешься жизни. Вот замечательно прошедший воскресный день. А если бабушки ваши говорят, нельзя, добра не будет, ну не слушайте. Скажите, ну хорошо, хорошо, все, я тебя услышала, спасибо, спасибо, родная. А знаешь, какие хорошие пирожки ты нам напекла, поделись секретом. Меняйте тему и занимайтесь своим делом в тышку-нышку, втихаря. Не раздражая наших старых замечательных бабушек, которые всю жизнь так прожили, им не понять, с какой-то встать и вдруг современные батюшки говорят не то, что им там какие-то старцы рассказали, а то еще и заставляли каяться, что ты в субботу или воскресенье работаешь. Нет, не работа, это отдых. Если, повторюсь, кровь в пальцы свои не стираешь, тебе не надо работать до дурения, чтобы потом это все продать, то спокойно себе вяжите. Ну а что касается продажи, ну бывают такие обстоятельства, когда надо успеть закончить заказ. Допустим, даже если ты икону вышиваешь или варишь, что угодно. И у тебя этого особого труда не составляет. Ты делаешь то, что тебе нравится, ты бы бесплатно могла бы это делать, тебе за это еще деньги платят. Ну это же здорово. Поэтому если даже на продажу ты что-то делаешь, то ничего страшного в этом нет. Есть возможность отложить на другой день, когда ты уже измотан количеством заказов, и тебе хорошо было бы отдохнуть. Вот отдыхай. Учитель в воскресенье, тетрадки не надо проверять. В древности, когда эти все законы писались, ну какой был труд у крестьянина? Физический, тяжелый. И что они? По воскресным дням коров не доили с утра? Коз, сорняки не выпалывали. Все делали, но после богослужения. Потому что есть вещи, которые нельзя не делать. Заметьте, еще добавлю, что повседневный труд никогда не запрещен. На праздники не надо откладывать генеральную уборку, мытье окон, клининговые компании работают, везде там все шуршат, или ты сам один за всю клининговую компанию. То есть не надо оставлять тяжелые работы на праздники. Тут не значит, что если у тебя дети рассыпали все по полу, до понедельника придется ждать, по всему этому ходить, поставить заборчики с красной ленточкой. Так, не ходить, не подметать ни в коем случае, чтобы не трудиться. И хоть раздраженный, с кубиком лего в пятке. Поэтому во всем должна быть рассудительность, соразмерность и логичность. Мы, когда становимся христианами, не надо мозги сдавать в камеру хранения. Они должны работать и уметь отделять праведность от греха, благоразумность от суеверий и глупости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова